Звезда российской эстрады Мила Романиди уже 20 лет радует зрителей своими зажигательными и карнавальными песнями. В фэшн-терапию Аники Керимовой Романиди обратилась для того, чтобы полностью измениться. Наши специалисты спешат приступить к работе. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш уютный дом моды. Ну, отлично. Проходите. Милочка, мы так рады, что вы к нам приехали в наш дом моды. Что бы вы хотели от нашего проекта? Я сама рада. Спасибо, что пригласили. Наверное, красоты, потому что такие красивые, очаровательные люди в этом доме моды, особенно вы, Аника, и ваши наряды. И хочется такой же красоты. Мила, расскажите, пожалуйста, с кем вы сегодня к нам приехали? Ой, это моя подруга Юлечка Савенко. Она ведущая, она эксперт на всех каналах телевидения, она мисс топ Европы. Замечательная мама, великолепная подруга, замечательный друг для всех наших друзей. А, о вас знает все. Ну, почти. Почти, потому что о нас мы не знаем даже сами, про себя ничего. Зачастую. Да, да, да. Расскажите нам про Милу, как давно вы знакомы. Всем здравствуйте, очень рада вас видеть. Среди такой красоты, богемности, не побоюсь этого слова, самым лучшим ее проявлением. Все-таки в жизни каждой женщины должно присутствовать такое изящество и красота. Поэтому Милочка пришла по адресу, я уверена. Ее лучезарная улыбка, да, я начну все-таки с человеческих качеств, потому что она прежде всего замечательная женщина, которая втруится в такой солнечной энергетике. Человек, с которым можно разговаривать бесконечно. У нее всегда миллион историй, при том, что положительных. Ты можешь и посмеяться, и где-то взгрустнуть, и пофилософствовать. То есть это настолько разносторонний человек, что у меня порой даже дух захватывает. Ну и, естественно, я не могу не отметить ее профессиональные стороны. Она отрицающая певица. Актриса, телеведущая, естественно, эксперт на телеканалах, где мы с ней, собственно, и познакомились достаточно давно. И, вы знаете, в таком большом потоке, всегда на съемках присутствует много людей, экспертов, ведущих, вся команда. И бываем мы там нередко. Но в таком потоке мы смогли как-то рассмотреть друг друга. И с той поры непрерывно общаться, делиться чем-то, куда-то друг друга приглашать, проводить прекрасное время. Поэтому это очень ценно в нашем современном обществе. Тем более у нас много общих друзей. Да, очень много. И получается мир тесен такой. Я безумно рада нашему знакомству. И хочу, чтобы ты сегодня сиял. Спасибо, Елочка. Вы хотите, чтобы у Милы сегодня поднялось настроение. И мы ее преобразили, сделали более эффектной и более красивой, чтобы она выходила в нарядах на мероприятия от нашего Дома моды. Это было бы замечательно. В нашем Доме моды сегодня гость Денис Сорокин, журналист. Вы знаете, я Милу Романиди знаю очень давно по песням. И я восхищался, когда она пела Рио-де-Жанейро, гавайская гитара. Ну, по ней невозможно было не сходить с ума. Но потом мы познакомились с ней близко на ток-шоу и подружились. И я обратил внимание, что Мила, несмотря на наличие огромного гардероба и крутых вещей, иногда совершает модные промахи. Знаете, тут бывают такие девушки по улицам ходят. Девушки по гремушке. Но это не про меня. Это не про меня. Должна стать новогодней игрушкой Аника. И я знаю, что ты сделаешь ее такой, как новогодняя игрушка. Красивая. Уволен. Которую хочется взять и просто расцеловать. Ну, целовать, я думаю, ей есть кому. Мы не будем ее целовать. Но восхищаться внешним видом мы, конечно, будем. Ну, конечно, я понимаю. Сегодня в нашей программе Эвелин будет подбирать образы для нашей шикарной Милочки. И наш Сергей, стилист-парикмахер, подберет правильный цвет волос и правильную прическу. Отлично. Спасибо вам большое таким судьям красоты. Я очень рада вообще дружбе и рада тому, что я к вам пришла. Сережа, извини, что перебила. Мы тоже очень рады. Ну, вы хотели еще что-то добавить? Может, мы блондинку перекрасим? Нет, нет, мне нужно. Конечно, ей очень хорошо быть брюнеткой. Его волос блестит, как хорошая норочка. Норочка? О-о-о! Может, соболек? Или соболек. Но соболек посветлее все-таки, а мы-то потемнее. Ой, мне нравится. Слушай, ваш возлюбленный сойдет сегодня с ума, когда увидит вас. Не-не-не. Без своих пикантных подробностей. Но люди должны знать правду. Мила Романиди очень закрытый человек. Это очень хорошо. Она востребована не только на сцене, но и в вечной жизни. И это прекрасно. Ну что, пойдем приводить Милу в порядок? У нас свое личное производство. Вот таких красивых модных шампуней. Сейчас мы наносим маску для восстановления структуры волос. Тоже одно моей моды. Антикеримовый бренда. И аромат такой. Да, ароматы. Очень хорошая у нас отдушка. Нужно дорогого аксюма. Мы нашей героине делаем освежающий макияж, чтобы подчеркнуть ее красоту и свежесть. Мы подчеркнем глазки и сделаем ее другое дно. Всем привет еще раз. Меня зовут Эвелин, я стилист. И прежде чем комментировать те образы, которые я подобрала для нашей героини, я хочу рассказать немного о своем наряде. Итак, я в платье от дома моды Анники Керимовой. Это новогодняя коллекция. И здесь я хочу заметить, что для того, чтобы классно, ярко, красочно встретить Новый год, не обязательно делать выбор в пользу пайеток или кристаллов. Можно обойтись лаконичным платьем, таким, знаете, в стиле девочки. Оно очень красивое, воздушное. В его состав входит органза, шелк и прекрасное кружево. И хочу заметить, что это платье можно использовать и в обычной жизни, то есть абсолютно любой праздник. В любой праздник его можно вписать, чтобы чувствовать себя королевой. Так как наша героиня очень яркая, живая, эмоциональная, то я решила выбрать для нее такие же яркие и позитивные оттенки. Это фуксия, красный оттенок, оттенок мандарина. Ну и, конечно же, для контрастной внешности всегда хорошо работает сочетание черного и белого. Давайте пройдемся по некоторым нарядам поближе. Итак, этот костюм состоящий из жакета и брюк дудочки со стрелкой. Очень круто будет подчеркивать ее внешность и играть на контрасте. Также не забываем про тренды. Перья в тренде каждый сезон. Особенно они популярны, когда наступает период праздника, Нового года. Не забывайте, что таким легким декором можно в разы сделать образ более ярче и выигрышнее. Для более деловых выходов мы попробуем на героине костюм, который состоит из юбки и вот такого интересного жакета с классной твидовой отделкой. Ну и, конечно же, никуда без верхней одежды. Вот такое утепленное пальто в горчичном оттенке прекрасно подчеркнет внешность нашей милы. Еще я хочу выделить этот костюм в алом оттенке, потому что у него довольно необычный крой жакета. Мы привыкли к лацканам, а здесь у нас нет лацкана. Есть только квадратный вырез, матовые металлические пуговицы и еще у него придаленный крой. Поэтому я хочу посмотреть, как же этот костюм будет смотреться на героине с ее фигурой. Это будет выглядеть отлично. Перед вами два платья, выполненные из вискозного бархата на хлопковой основе. В этом платье присутствует такой насыщенный, глубокий цвет, который называется цвет нейви. А этот более фуксийный цвет. Так как мы уже подобрали для участницы костюм в цвете фуксия, я решила, что платье выберу именно в глубоком синем оттенке. Здесь оригинальный вырез каре. Кстати, этот вырез уже не первый год мы встречаем на подиумах. Это очень трендово и будет еще несколько сезонов подряд актуально. Ну и, конечно же, здесь вырез с сердечком, что тоже очень мило и женственно. Хочу заострить ваше внимание на классном комбинированном кожаном тренче. Здесь у нас выступает два основных тренда. Во-первых, кожа, которая из сезона в сезон остается популярной, но также и принт гусиная лапка, который недавно к нам вернулся и тоже очень здорово смотрится абсолютно на любом возрасте. Платье из натурального шелка также станет отличной альтернативой для празднования Нового года. Обратите внимание на то, что у него свободный силуэт, но для нашей участницы мы его немножко приталим, чтобы выделить ее женственные формы. И здесь у нас есть такой интригующий разрез по ноге, а также отделка перьями. Перья из сезона в сезон также являются трендом, особенно в период праздников. Они могут быть абсолютно на любом наряде. Это могут быть и на брюках, и на жакетах, и вот так классно впишутся в платье. Платье, украшенное камнями Сваровски, способно затмить любого на самом главном мероприятии этого года. Но если вы хотите чего-то нового взамен платью, я хочу обратить ваше внимание на костюм. Он благородного черного оттенка, украшен также камнями, и по секрету вам скажу, к нему даже не понадобятся украшения. Настолько этот костюм самодостаточный и индивидуальный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok